Всем большой привет! С вами Настя и вы на канале Тоскана Бэкс. Сегодня у нас выпуск про историю моды и поговорим мы о корсете. Казалось бы, в мире моды нет тренда, который существует настолько долго. Корсеты прочно вошли в моду в 15 веке и были неотъемлемой частью дамского гардероба вплоть до 20-го. Ну и в последние несколько лет мы видим, как дизайнеры явно соскучились по историческому костюму и пытаются переосмыслить этот тренд. Конечно же, сейчас корсеты намного более щадящие. Кстати, мне кажется, нет другой такой вещи, у которой было бы столько фанатов и столько ярых противников. Сегодня я хочу рассказать о том, как корсеты влияли на популяции животных, почему их вред переоценивали и за что корсеты ненавидел сам Наполеон. Кстати, если вам нравится смотреть такие выпуски на нашем канале, не забудьте подписаться и поставить лайк. Нам будет очень приятно. Итак, первый интересный факт – корсеты были придуманы еще в Древней Греции. И хоть эпохой расцвета корсетов принято считать 15 век, похожее нижнее белье было обнаружено еще во времена древнегреческого правления. В эпоху Гиппократа врачи пытались соорудить подобие корсета, чтобы лечить людей после травм позвоночника. Следующий интересный факт – корсеты намекали на высокий статус. Конечно, главной их задачей было создание той самой вожделенной фигуры – тонкой осиной талии. При этом привилегированные слои общества не отказывали себе в удовольствии показать свой высокий статус. Корсеты в то время стоили недешево, поэтому позволить себе такую роскошь могли только представители высших сословий. Ну и также, поскольку эта вещь сильно ограничивала движение, дамы тем самым показывали, что они могут делегировать свои домашние дела слугам. Итак, я вкратце упомянула интересный факт, что корсеты ненавидел Наполеон. Интересный вопрос – за что? Вообще, корсеты не теряли свою популярность вплоть до 20 века, но для многих эта одежда была символом угнетения и притеснения женщин. Здесь на корсеты повесили множество смертных грехов, так как многие дамы утягивали себя специально, чтобы понравиться мужчинам. Ну вот, например, Наполеон ненавидел корсеты, потому что считал их причиной бесплодия. Его мнение в то время подтверждали практикующие врачи. Они связывали ношение корсета со снижением рождаемости. Специалисты считали, что плотная, утягивающая одежда влияет на репродуктивные функции. А, кстати, за счет чего корсеты так сильно утягивают? За счет специальных жестких вставок. Изначально их делали из дерева. Но, начиная с 17 века, в производстве стали использовать китовый ус. Все дело в том, что этот материал был более гибкий. Он доставлял меньше дискомфорта и мог принимать формы тела. Ну и, конечно же, все дамы хотели себе силуэт песочных часов. Поэтому на китов стали охотиться в беспрецедентных масштабах. Последствия такой моды были чудовищны. Всего за два десятилетия, с 1850 до 1870 года, популяция гренландских китов в Африке снизилась более чем на 60%. Ну а корсет, наиболее приближенный к современности, создали в 1861 году. Имя создателя мы, кстати, скорее всего не узнаем, потому что у этого предмета гардероба слишком богатая история. По одной из версий создательницы стала британская писательница Рокси Энн Кэтлин. Она была одной из первых, кто использовал дизайн на шнуровке. До этого в ход шли исключительно крючки. После этого изобретения стандарты нижнего белья поменялись. Ну и, кстати, сам корсет стал более удобным. Ну и, кстати, Рокси Энн Кэплин написала целую книгу о корсетах, об истории этого предмета гардероба, о том, как они используются, и как можно корректировать осанку при помощи корсета. Ну и еще один вопрос. Настолько ли вредны корсеты? Вообще, на протяжении очень многих лет ученые и общество были уверены, что в отношении корсетов возникает огромное количество проблем со здоровьем. Говорили, что они деформируют внутренние органы и даже вызывают рак. А викторианских дам нередко изображали лежащими вознемождение. И все из-за корсета. Конечно, вред все же был. Все дело в том, что корсеты того времени были очень и очень плотные. Они смещали внутренние органы, вызывали расстройство желудка и ослабляли мышцы спины. Все это создавало очень большое давление в области живота. Было просто-напросто трудно дышать. Ну и, конечно, не стоит забывать, что женщины того времени носили корсеты буквально с утра до вечера. И даже беременность не была отговоркой для того, чтобы снять корсет. Но при этом к смертям, как нередко считали ранее, они все же не приводили. И также не стоит забывать, что корсеты в средневековье были не единственным фактором, который могли вызвать проблемы со здоровьем. Поэтому большинство обвинений в их адрес просто-напросто пустые. Тем не менее, очень радостно, что современные корсеты более щадящие и в них все-таки удобно. При этом они так же, как и предшественники, формируют тот самый желаемый силуэт. И сегодня я хочу показать вам небольшую подборку сумок с очень красивым силуэтом. Буквально как после корсета. И первая модель вот такая сумка из зернистой кожи, очень классической формы. Модель закрывается вот на такой замок. И здесь есть клапан. Внутри также дополнительная молния. У этой сумки единое отделение. И на задней стенке есть карман, который закрывается на молнии. С внешней стороны у этой модели карманов нет. Ни спереди, ни сзади. Носим эту модель мы разными способами. Либо при помощи короткой ручки в руке. Или, например, на сгибе локтя. Либо при помощи длинного сменного ремня на плече или в формате кроссбоди. Ремень регулируется по длине, поэтому ее можно выставить оптимально. Ну а стоимость этой модели 7450 рублей. Еще одна сумка структурной формы, на этот раз из кожи Софьяна. С интересным декоративным элементом в виде вот такого бамбукового замочка. Итак, открываем поворотный замок. И здесь дополнительно есть клапан. Внутри молнии нет. Здесь единое отделение и на задней стенке карман открытого типа. С внешней стороны у модели карманов нет. Ни сзади, ни спереди. У этой модели в комплекте два сменных ремня. Один покороче. Носим сумку в руке, надеваем на сгиб локтя и также на плечо. Второй ремень более длинный. У него также есть регулятор, что позволяет менять длину. Поэтому носим сумку либо на плечо в длинном формате, либо в формате кроссбоди, как это сделала я. Стоимость у этой модели также 7450 рублей. И еще одна модель – это сумка-седло. Также структурная форма и очень красивая фурнитура. В данном случае в цвете темное серебро. Сумка закрывается на магнитный замок. Здесь есть клапан. Внутри нет дополнительной молнии и здесь единое отделение. На задней стенке карман, который закрывается на молнию. И больше у этой модели карманов нет. С внешней стороны не спереди. Не сзади. В комплекте у сумки два сменных ремня. Один более короткий. Носим в руке на сгибе локтя или надеваем на плечо. Ну а сменный ремень позволяет носить сумку либо в формате кроссбоди, либо на плече в длинном варианте. Здесь есть регулятор, поэтому длину можно выставить любую. А стоит эта сумка 6860 рублей. Ну а еще больше всевозможных моделей сумок вы найдете в Toskana Bags. У нас есть шоурум в Санкт-Петербурге. Он находится на станции метро Гражданский проспект и работает по предварительной записи. Записаться вы можете у нашего менеджера или на сайте. Кстати, на сайте также доступен полный каталог наших моделей. Заказы мы доставляем различными курьерскими службами, а по России при помощи Почты России доставка будет бесплатная, если в вашем заказе есть сумка по полной стоимости. На этом у меня все, и я прощаюсь с вами до следующих роликов.